Показания. К этой лучи запястного сустава назначается пациентом для диагностики травматических повреждений. В ходе сканирования удается выявить переломы костей запястья, дистальных отделов лучевой и локтевой кости, переломовывихи, вывихи костей запястья. Также с помощью исследования можно определить застарелые и посттравматические изменения в костно-хрящевом аппарате. Томография показана при подозрении на синдром запястного канала. Методика эффективна в диагностике воспалительных процессов артрита, остомелита. Используя компьютерную томографию удается оценить обширность патологического очага и распространенность изменений на окружающей ткани. Также данный способ применяется для обнаружения гноя, крови в суставной полости. К это информативно для определения доброкачественных и злокачественных опухолей. Получение послойных снимков позволяет диагностировать новообразование незначительных размеров, не сопровождающиеся клиническими проявлениями, обнаруживать метастазы. Сканирование применяется для выявления дегенеративно-дистрофических изменений, в частности артроза, остеопороза. Показанием к исследованию служат подозрения на врожденные или приобретенные аномалии строения сустава. В качестве дополнительного метода диагностики рентгеновский способ используется при ревматологических заболеваниях, системных поражениях, соединительной ткани при подготовке к операции или для контроля эффективности хирургического вмешательства. Противопоказание КТ противопоказано при беременности из-за возможной лучевой нагрузки на плод, что способно привести к формированию внутриутробных аномалий развития. Сканирование с применением контраста не проводится при тяжелой почечной недостаточности, аллергии на яйца, держащие препараты. В период лактации контрастное сканирование осуществляется при условии исключения грудного вскармливания на двое суток. Относительными противопоказаниями служат неврологические расстройства, гиперкинезы, интенсивный болевой синдром. В таких случаях исследование может проводиться с применением седативных препаратов. Также существует ограничение для пациентов с ожирением, так как нагрузка рассчитана на 122-200 кг в зависимости от модели томографа. Подготовка к лучезапясного сустава обычно осуществляется после стандартного рентгенологического исследования. Предварительная подготовка нужна только при назначении контрастного сканирования. В данном случае необходима оценка функциональности почек. Также пациенту следует за 5-6 часов до запланированной контрастной процедуры отказаться от приема пищи. Непосредственно перед обследованием нужно снять все металлические предметы и аксессуары, включая украшения. На момент манипуляции на больном должно быть хлопчато-бумажное белье или одноразовый халат. Методика проведения для проведения к этой лучезапясного сустава пациент размещается на кушетке, которая затем перемещается в кольцо томографа. После запуска аппарата вокруг тела исследуемого вращается трубка, излучающая рентгеновские лучи. Полученная информация передается на установленные датчики, а далее – на компьютер, где обрабатывается с помощью программного обеспечения. При этом важно сохранять неподвижное положение, чтобы снимки получились максимально четкими. Длительность исследования составляет не более 5 минут. При использовании контраста процедура занимает около 20 минут. Результаты ката выдаются в тот же день, спустя несколько часов после сканирования. В заключении диагноз указывает выявленные изменения, очаги воспаления, дегенеративно-деструктивные процессы, аномалии строения, травматические. Повреждения, новообразования. Также в ходе ката можно определить кровь или гной в суставе. Вместе с заключением выдается изображение на цифровом носителе, пленке или диске. С полученными результатами пациент должен отправиться к своему лечащему врачу, который установит окончательный диагноз и определится с последующей тактикой. Преимущества ката и лучезапястного сустава по своей эффективности схожи с МРТ, однако последнее предполагает использование магнитного поля радиоволн. При компьютерном сканировании удается максимально подробно визуализировать костные элементы, тогда как магниторезонансное исследование дает исчерпывающую информацию о состоянии мягких тканей. Еще одно преимущество МРТ – отсутствие рентгеновского облучения. Однако КТ является более доступной фланей стоимости, поэтому используется гораздо чаще. Процедура может назначаться даже в детском возрасте, если присутствуют сложности в постановке диагноза.